Хорошо. Доброе утро, класс. Рад вас всех видеть. Я хочу сказать, что работа, которой я занимаюсь, первоначально это был эриксоновский гипноз. Вы слышали, как я рассказывал вам. Я надеюсь, что в моем голосе прозвучало большое уважение вопрос о своем учителе, Милтоне Эриксоне. Но сейчас та работа, которую я провожу, я не назвал бы уже эриксоновским гипнозом. Я не использую слово «гипноз» для описания какой-либо части моей работы. Я делал некоторые ссылки на тот факт, что слово «гипноз» было уже, очевидно, неразрывно связано с достаточно неполезной и неэкологичной идеей, когда сознательное одного человека манипулирует и контролирует бессознательное другого человека. Идея очень соблазнительная. Некоторые люди приходят туда в попытках захватить власть. Но что интересно, наиболее распространенным паттерном является в конце концов то, что большинство людей не делают это, потому что они чувствуют неконгруэнтность, когда думают о том, что я должен контролировать бессознательное другого человека. С одной стороны, Эриксон был невероятно уважительным к собственным паттернам клиента, и один из его наиболее важных путей в сторону от традиционного гипноза был в том, что он подчеркивал мудрость и разумность бессознательного. Однако у него не было такого же восприятия и такой же признательности к потенциалу сознательного. И я воспринимаю его в этом смысле как некоторый переходный фигур. О, какой же переходный фигур он был. Первое поколение трансовой работы и о сознательном думали как о придурке, которого надо вырубить. И о бессознательном думали как о придурке, потому что нужно было говорить с человеком, с которым вы работаете, как с двухлетним ребенком. И что вы обнаруживаете, когда вы с ним говорите как с ребенком? Что он воспринимает все буквально. Это то, что вы можете прочитать в описаниях человека, который находится в состоянии транса. Он воспринимает очень многие вещи буквально. И однако нам всегда нужно уважать опыт в определенном отношенческом контексте. И если я с вами буду говорить вот так, тогда ваше внимание будет сжатое. Это еще один показатель состояния транса, суженное внимание. И человек начинает воспринимать то, что ему говорят буквально. Поэтому тогда думали, что все вкладывается гипнотизером как будто программа. И сейчас вы еще можете столкнуться с этой идеей, что гипнотический транс является производным от внушения. Вы входите в транс, потому что кто-то, гипнотизер, сказал что-то. И вот это вот что-то создает транс. В этой модели, в первоначальной модели нет гипнотизера, нет транса. Эриксон сделал радикальное изменение. Он говорил о том, что транс не есть результат внешнего внушения, это естественный процесс человеческой жизни. Есть биологическая потребность периодически входить в транс. Это не производная какой-либо внешней техники. Это то, что естественно происходит в нас изнутри. И он также сказал, что в разуме есть колоссальная потенциальная мудрость. Поэтому вам не нужно быть настолько гениальным, чтобы раскрыть внутренний потенциал мудрости человека. Это очень большое отличие. Потому что в течение многих лет одно из обвинений, которое предъявляли гипнозу как феноменом, было в том, что изменения, произведенные с помощью гипноза как правило, имеют очень короткий срок жизни. Поэтому на первый взгляд выглядит захватывающе. Человек, например, создает в себе левитацию полностью, полную левитацию. Или уходит в прошлые жизни. Или вращает головой на 360 градусов. Вы говорите, ух ты! Это невероятно! Но слишком часто изменения, которые производятся в состоянии транса, живут недолго. И то, что изначально кажется очень многообещающими изменениями, долго не продолжается. И often they last as long as a New Year's resolution. Как правило, New Year's resolution? New Year's resolution. On New Year's you say I'm going to exercise more and lose pain. You have New Year's resolution? Знаете, в английском они на Новый год себе что-то обещают, у нас мы это по понедельникам делаем. We have a Monday resolution. A what? Monday resolution. Starting from Monday, I will... Starting from Monday. After the weekend. Да. После выходных, да, мы начинаем себя обещать. On Monday. Вот, с понедельника всё. And how long do they last for us? So, if you have a New Year's resolution that lasts for 10 days, that's probably a record. И если, ну скажем, вы сказали себе, что вот с Нового года я что-то начну делать, то если вы 10 дней продержались, это уже рекорд. И я бы предположил, что основная причина этому в том, что внушения, которые производятся в рамках традиционной формы гипноза, не даются ему на языке идентичности самого человека. И точно так же, как у нас есть на физическом уровне иммунная система, И основная задача нашей системы иммунитета в том, чтобы создавать и поддерживать наше состояние идентичности. А вторая важная задача Это пограничный контроль Если всё, что попадает в тело, Получает вопрос, пожалуйста, документы, паспорт Смотрит на паспорт входящего И определяет, являетесь ли вы частью того, куда хотите попасть. Подойдите И если вы не гражданин Соединённых Штатов Стива, Они вас вышвырнут Так, это террорист Всё, вон Идея понятна, да? Одна из основных задач, если мы говорим о трансплантации органов, состоит в том, как перехитрить иммунную систему реципиента Для того, чтобы он поверил Что новый орган, который пересаживает На самом деле несёт на себе имя человека, которому его пересаживает Ну, ладно, давай И я считаю, что на психологическом уровне у нас тоже есть своего рода иммунная система И психологическая иммунная система, за не менее лучших слов Обладает точно такой же идентичностью Кто я? И любой новый опыт, который попадает внутрь Должен пройти через Подобные фильтры Проверку И для того, чтобы любой новый опыт остался в вас Он каким-то образом должен совпадать с идентичностью и с ценностями И с паттернами идентичности, на которую он пересаживает Идея понятна? Я думаю, что понимание Эриксона в этой области было на гениальном уровне Это был фундамент в том, чтобы он использовал речь клиента, паттерны клиента Для меня было изумительным то, насколько он это делал Но при всем уважении, которое он в себе сохранял к бессознательному Я не считаю, что он сохранял и близко такое же уважительное отношение к сознательной части, чем у пациента Множество эриксоновских техник построено на том, чтобы обойти или перехитрить сознательное человека И в то время, как он говорил, что бессознательное является невероятно разумным Он не объяснял то, что человек делает у него в кабинете Однако, если подсознательное настолько гениальное, почему у вас вообще появились пациенты? Почему они ведут себя настолько неразумно? И на этот вопрос он так и не ответил За исключением одного из ответов, когда он сказал, что люди становятся зажатыми или ригидными И когда Эриксон начинал говорить с бессознательным человеком Вот эта беседа была для него пропуском в будущее То, как вел беседу у Эриксон, помогало бессознательному становиться творческим, генеративным Однако, Эриксон совершил типичную западную ошибку Выключая наблюдателя из карты системы Он видел пациента Но он не включал в описание соединение сознательного пациента с Эриксоном самим Как это нам может помочь? Мы можем либо сказать, что это была гениальная находка Эриксона Которая создавала невероятные изменения Однако это будет нас немного ограничивать Потому что он умер А он был только один Поэтому, пожалуй, единственный выход, который нам остается Это носить сувенирную фиолетовую инвалидную коляску у себя в виде жетона И молиться Господу Милтону, например Но есть вторая возможность Мы сможем увидеть подобный способ общения с бессознательным таким образом, чтобы он был творческим И можем сказать, что такой разговор могут вести только священники Высшего Сана Ну, например, мы Это является преобладающей точкой зрения в гипнозе Что только высоко обученные, специально обученные профессионалы Могут иметь позволение вести разговор с бессознательным Идея заключается в том, что вы говорите одно неправильное слово, и человек накладывает на себя руки И этот страх подпитывается Что себя нужно бояться Что с собой нельзя соединяться Только священники Или только врачи Должны иметь возможность общаться с собой Я думаю, что это преобладающая идея Однако работа в области генеративного транса, в которой я работаю, занимается следующим Мы задаем вопрос Может ли сам человек Организовать свое сознание таким образом, свое сознательное? Собственно, с таким способом, который Эриксон написал в одной хорошей модели Сущность человека становится самогипнотизером, если можно использовать такое слово И в этом смысле основная идея порождающего транса или генеративного транса в том, чтобы сознательное соединялось с бессознательным И я надеюсь, что вы видите значительную разницу между эриксоновским гипнозом и этой моделью Подразумевая это Мы говорим о том, что ни в бессознательном нет зафиксированных структур Все можно конструировать Вполне возможно, есть определенные традиционные способы конструирования И со стороны они выглядят как будто они зафиксированы, потому что так всегда было Но все, что нам нужно сделать, это посмотреть, сколько же моделей бессознательного существует Фрейд тоже заглядывал в бессознательное И что он там увидел? Секс, наркотики, рок-н-ролл Просто, да, кипящий котел из этого Секса, насилия И если вы туда свалитесь в этот кипящий котел То вы убьете своего отца и совершите насилие со своей матерью Поэтому осторожнее Это то, что видел Фрейд Юнг там увидел что-то совершенно другое Юнг тоже заглядывал в бессознательное И он увидел там пантеон архетипичных фигур Там был и любовник, там был и король, там был и целитель И все они там стояли Эриксон заглянул в бессознательное и что он там увидел? Огромное количество научений на основе опыта Это было его основное определение бессознательного Буддисты заглянув в бессознательное, что они там увидели? Ничего Чистый свет Ничего И что из этого является правдой? Это одна из ценностей квантового взгляда Мы можем увидеть, что все это является возможным Помните понятие суперпозиции? Мы говорим о том, что есть бесконечное количество Саш И бесконечное количество способов, которыми Саша может творить Сашу И подобно этому мы видим Что бессознательное, представим, что оно бы существовало Могло было быть сотворено бесконечным количеством способов Понимаете идею? Поэтому конструируйте мудро И примерно таким же образом мы можем говорить и о сознательном Основная ценность или основное описание То, что вас там ждет Если вы заглянете в западную культуру Вы увидите, что сознательное Это развоплощенный интеллект Которому интересен контроль И над всем, что он видит Однако, если бы это была жестко зафиксированная природа сознательного Тогда, если бы вы хотели делать что-то новое Вам пришлось бы падать в обморок Вышибать эту структуру из функционирования Однако, есть в сознательном и другие паттерны И я считаю, что это один из самых замечательных вкладов Эриксона Потому что его сознательное Было организовано так Чтобы внутри было любопытство Центровка Принятие Креативное движение вместе с чем-то Когда он брал то, что там было И открывал это множеством способов для истолкования Для того, чтобы вы прошли по своему путешествию Вы должны не только соединиться со своим бессознательным Но вам нужно также изучать, какого рода паттерны существуют в вашем сознательном И какие из этих паттернов будут для вас наиболее полезными Если вы являетесь бесплотным интеллектом Который окружает тестостерон Который, как Кен Уилбер сказал, заставляет человека либо что-то трахать, либо что-то убивать То у вас достаточно узкий спектр возможностей И для того, чтобы отправиться в путешествие Для того, чтобы открывать новое пространство каждый день Вам нужно понимать, каким образом я могу реорганизовать свое сознание Для того, чтобы любопытство было более основополагающим, чем идея контроля Это ключевой паттерн эриксоновского принятия, Ай-Ки Это то, что я исследую каждый день Как я не столкнусь со своим опытом Как я смешаюсь с ним Для того, чтобы я мог создать что-то, что будет полезным и для меня, и для того, чем я занимаюсь Именно поэтому мы говорим, что вот это должно прежде всего соединяться с вот этим Когда вот это идет туда Оно находится в режиме контролирования И я надеюсь, что одна из основных идей, которую вы вынесете из нашей встречи вместе Состоит в том, что когда вы контролируете, вы не можете ничего творить Вы просто будете производить новые версии одной и той же старой карты И есть большое количество ситуаций, в которых это будет подходить Например, когда мы идем на перерыв на кофе Вам не нужно уходить туда в генеративном состоянии Для того, чтобы выпить кофе тем способом, которым вы никогда не пили его раньше Вы можете Но можно просто пойти и выпить растворимый кофе Просто обычным способом И нам нужно перейти в другое состояние Тогда, когда наши старые паттерны не срабатывают Или когда мы хотим создать что-то совершенно новое Стих, который я хотел бы вам сегодня утром прочитать Поэт Лоуит Был написан великой польской поэтессой Виславой Шимборской Поляки говорят, что произносить надо совершенно не так, но тем не менее Это лучший вариант того, что я могу воспроизвести Который называется «Немножко о душе» Огонь Необычная энергия Она там не всегда Ее нужно развивать И нужно организовывать себя таким образом, чтобы она проистекала Очень легко стать бюрократом Тело умирает Просто проходит по одному и тому же режиму И она сказала, она описала нам это так Душа – это то, что у нас периодически возникает Ни у кого нет ее постоянно Или навсегда День за днем Год за годом Может проходить, а ее все нет Только иногда В восторге или в страхах детства она задерживается немножко дольше Только иногда В изумлении от того, что мы постарели Она редко помогает нам в течение обыденных задач Таких как перестановка мебели Или переноска чемоданов Или пешие прогулки в тесных туфлях Из тысяч бесед Она делает свой выбор поучаствовать, ну, может быть, в одной И даже на это нельзя рассчитывать Потому что она предпочитает молчание Она переборчива Она не рада видеть нас в толпе И ей муторошно от наших метаний Когда мы ищем старых преимуществ Или метушню деловых переговоров Она не различает радость и горесть как разные вещи Она с нами только тогда, когда они становятся одни Мы можем полагаться на нее, когда больше полагаться не на что И когда мы с любопытством смотрим на все Из всех предметов в материальном мире Она предпочитает дедушкины часы и зеркала Потому что они старательно работают даже тогда, когда на них никто не смотрит Она не остается там, откуда пришла И никто не знает, когда она снова испарится Но она совершенно однозначно ожидает, когда ее спросят об этом И однозначно, тогда, когда она нам нужна Она может использовать нас для чего-то своего Однозначно, тогда, когда мы в ней нуждаемся Она может воспользоваться нами для чего-то И мы будем пользоваться сегодня Два рассказа и мы приступим к упражнению Маладома Сомей Маладома – это один человек из Западной Африки Маладома – это в переводе означает «человек, который приносит подношение врагу», дары врагу Он написал чудесную автобиографию Не знаю, была ли она переведена, но называется «Вода и дух» И он говорит, что в его традиции Ключевая вера, ключевое убеждение Состоит в том, что когда ребенок рождается Он приходит в наш мир из мира духов И он приходит в это место и в это время В эту семью В эту культуру Потому что он несет с собой дар И в их традиции в первые дни после рождения ребенка Они приносят ребенка в трансовый круг со старейшинами Они ему поют песни И в песнях вопрос звучит так Зачем ты пришел? Для чего ты пришел? Потому что они учитывают то, что скоро включат телевизоры Что начнет развиваться беспокойство эго И нарастет статическое напряжение Поэтому вы не сможете уже чувствовать или помнить Что я пришел Для того, чтобы принести дар И у них возникают такие беседы Он говорит, что когда это проводили с ним А его дедушка был одним из самых важных знахарей Маладома сказал им Что он пришел для того, чтобы принести дар белым Потому что у африканцев общепринятое понимание есть такое Да что же там елки-палки происходит с этими белыми? Они настолько разъединены Они настолько разъединены Что разрушают планету И они в конце концов и нас уничтожат И его дедушка говорит, что он сказал Я пришел для того, чтобы принести дары И что интересно, когда ему было 4 года Французские иезуиты были в его городке Вытащили оттуда всех детей, всех мальчиков Увезли их далеко Заперли их в церкви Били их так, чтобы они даже не начинали говорить на своем родном языке Говорили только на французском Это была используемая ими стратегия Для того, чтобы воспитывать следующее поколение африканских иезуитских священников Но вопросы про экологичность стратегии могут возникать Маладома жил таким образом с 4 до 17 лет И когда ему исполнилось 17 Он стоял перед классом Учитель был определенного рода садистом И он ругался на Маладому Маладома сказал, что он шокировал всех, начиная с себя самого Он его просто вырубил Ух, черт Он решил, лучше ко мне сваливать Выпрыгнул из окна И растворился в джунглях И каким-то образом через 400 километров очутился дома Без денег, без еды, языка он тоже уже не знал Пришел к себе в деревню Они посмотрели на него и решили, что он был призраком Потому что он был невероятно диссоциирован Потом вышла его мать Маладома, ты ли это? Да, это я, мама Это Маладома Да, это он, заходи И проблема возникала следующая Потому что в его традициях для того, чтобы стать мужчиной Нужно пройти определенные обряды перехода И было две проблемы Первая, он опоздал на пять лет А вторая, его центр был настолько диссоциирован Что там были практически уверены в том, что он не справится Они собрали целителей со всей округи для того, чтобы его хоть как-то проверить И сказали, мы никогда не видели человека более диссоциированного, чем этот Они говорили, как будто бетоном залили его душу Ритуалы по-настоящему напряженные Они уходят на пару недель В его группе из 35 юношей погибло шестеро Потому что вас хоронят заживо Хоронят заживо Да, это просто рассказ И потом кто-то вспомнил пророчество дедушки Это интересно Я уверен, что в этом есть смысл Что-то старается пробудиться Давай его поприветствуем Он прошел через ритуалы Это глубочайшего транса Переход через очень глубокие состояния транса И после того, как вы через них проходите Вы делитесь тем, что у вас было со старейшинами Своим опытом И они вам выносят предложение Относительно того, чем вы могли бы заняться Для того, чтобы приносить пользу своему обществу Или, другими словами, взгляд на то, в чем может быть зов этого человека Он был на Западе порядка 20 лет Очень интересный человек Но он задал вопрос Зачем ты пришел? Ему задали вопрос Зачем ты пришел? На Западе, в современной западной культуре Идея состоит в том, чтобы ты пришел сюда для того, чтобы потреблять продукты Ты потребитель И это является твоим зовом в жизни Просто чтобы что-то покупать Самое глубокое призвание Это наполнять вот это Пустое вместилище Холодильниками Машинами Телевизорами Это ответ консумеризма На то, зачем вы пришли Или это общество потребителей Церковь говорит Ты пришел для того, чтобы чувствовать свою вину Внутри твоего центра плохо, там темно Именно из-за тебя умер Иисус Как ты вообще себя можешь чувствовать после этого? Да, лучше пускай он, чем вы, да? Путешествие героя Задает вопрос из по-настоящему другого контекста С каким даром ты пришел сюда? Что ты подаришь? И если был бы простой ответ То все бы уже этим занимались Поэтому нормально, если вы сражаетесь с этим вопросом Нормально, если вы сражаетесь, когда вы задаете этот вопрос внутреннему Я И ошеломляющим будет ответ Я не знаю Я еще раз хочу сказать, что это были любимые слова Милтона Эриксона Когда пациент или ученик говорил Я не знаю доктора Эриксона Он просто приходил в состояние счастья Я настолько рад, что ты не знаешь Потому что вот здесь начинается обучение Я слышал, как он сотни раз говорил, я не знаю Когда я знал его, это были последние шесть лет его жизни И люди со всего мира Приезжали к нему просто, чтобы задать один вопрос Доктор Эриксон, скажите, можно ли использовать гипноз для вот такого типа проблем? А он говорил в ответ Я не знаю Он не знает После сессии мы сравнивали записи Он не знает, он не знает И он говорит Чем больше я работаю в этой сфере Тем меньше я понимаю, каковы же настоящие пределы Но мне очень любопытно Определить Просто что возможно Для тебя сегодня Начнем Когда я впервые начал с ним учиться У него учиться Я был учеником Бендлера и Гриндера И на тот момент мы думали, что моделировать можно всех В терминах трех репрезентативных систем В терминах трех репрезентативных систем Визуальной, кинестетической, аудиальной И создавая подобного рода карту Используя эту карту Любой другой человек мог воспроизвести поведение того, кого моделировали Я бы сказал этому допущению Хрень собачья Или если быть более конструктивным Ну покажите Пока что еще не показали Но тем не менее Я наблюдал за Эриксоном И собирался моделировать его И после этого задаю вопрос Спрашиваю его Могу ли я вам позадавать вопросы относительно того, как вы работаете Он говорит Приступайте Хорошо Когда вы работаете Видите ли вы картинки внутренним взором Нет Звучит ли у вас внутренний диалог в голове Нет 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 Я был как моряк, как мореплапатель, который подошел к границе известного мира Я вошел в глубокий транс Я вошел в глубокий транс Что еще может быть кроме репрезентативных систем Для раннего НЛП Я говорю А что же вы там делаете? Я не знаю Я не знаю Все что я знаю Я имею У меня есть бессознательное И у него есть бессознательное И мы находимся в одной комнате вместе Поэтому Транс является неизбежным Я записываю Я записываю Транс является Он говорит Я не знаю Каким образом вы войдете в транс Я не знаю Я не знаю Когда вы войдете в транс Я не знаю Почему Вы войдете в транс Но мне очень любопытно Узнать Как он начнется вот так Как это будет происходить Как он начнется вот так Как это будет происходить Как это будет происходить И Я сейчас установил короткую связь с Людой И глаза очень быстро ушли Бессознательная говорит Вот открытие Вот так Сейчас она улыбается Можешь продолжать сохранять чувство юмора И тогда К концу глаза будут закрываться И как это произойдет Я не знаю И он говорит Я знаю, что это звучит смешно Но это работает И я записываю Это работает И я записываю Подобного рода отношения В китайском произношении работа звучит как вуэй Вуэй А иероглифы означают Активное любопытство Активное недеяние Это не вот такое выключение Это центрованное Открытое Внимательное Состояние любопытства Когда вы видите, что будет происходить Романтический поэт Джон Киттс Сказал это Негативными возможностями Негативными способностями Негативным способностям Негативным способностям Другими словами, вы являетесь в состоянии впитывания, когда вы не прикрепляетесь к какому-либо конкретному опыту. Все исследования творческих гениев из тех, которые мне известны, показывают, что это является одной из характеристик творческих гениев. Их способность пребывать в состоянии незнания на протяжении долгого времени. Эриксон и Росси определяли терапевтический транс как состояние незнания и недеяния. Если вам интересно, что же зовет вашу душу, вы должны иметь возможность быть такими. Потому что чем больше вы стараетесь размышлять об этом, тем менее доступным этот зов для вас будет. Это, знаете, когда что-то на кончике языка вертится. Да, когда имя на кончике языка вертится. Я говорю, ну, знаешь, как его зовут, знаю, 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 чувствую где-то там на периферии. Но любая попытка сфокусироваться все дальше вас отодвигает. Это иногда напоминает, как будто вы идете по чьему-то дому и находите там пятилетнего ребенка. И вы говорите пятилетнему ребенку, привет, ребенок делает так. Они прячутся за маму или папу. Что вы сделали? Вы сказали, что это нормально, я нормально, иди сюда. Давай, играй, играй, играй. Какие из вас считают, что это хороший способ общения с перепуганным пятилетним малышом? Или вы сыграете в небольшую игру? А я не смотрю. И вы смотрите в сторону. Создаете условия, при которых оно приходит к вам. Краткий рассказ, и мы уйдем на перерыв. Мой бывший клиент ему было где-то 35 лет. Когда он пришел ко мне, он жил в доме с матерью. Работал, совершая продажи по телефону. Терпеть не мог эту работу. Терпеть не мог себя. И уже подошел к краю. И я ему задал вопрос, а что бы ты предпочел делать? И пошла статика. Ну, я бы думаю, но вот это... Я бы вот это, но... И любая мысль соприкасалась к противоположной мысли. Что я сделал? Я обучил его. Не гонись за ответом. Но позволь мне научить тебя задавать этот вопрос отсюда. Для него это была непростая задача. Потому что, Господи, вот этот бред, про какие-то чувства в теле. Я не знаю, что это значит. Это страннейшие мысли. Просто мы были там в течение пары сессий до тех пор, пока он не научился прикасаться к этому месту. Это упражнение, которое вы делали вчера после обеда. И только когда он успокоился, он начинает позволять бессознательно. Кстати, слово «бессознательное» можете не использовать. И начинает выходить наружу. И показывать то, что он хотел бы делать по-настоящему в жизни. И у него возникла картинка того, что он в офисе. Он руководит офисом. Это был его бизнес. И когда картинка возникла, тогда вернулось сразу статическое напряжение. Тысячи способов, почему это не сработает. Насколько вы чувствуете центр сейчас, спросил его я. И мы развили простое ощущение. Я верю в твои способности. Я верю в то, что ты сможешь реализовать эту мечту. Но для этого нужно будет поработать. Для этого нужно будет как следует этим заняться. Я смогу тебе с этим помочь. Но тебе нужно будет пройти через коучинг. Он сказал «Хорошо». Процесс был в том, как соединиться с образом. Не пытаясь бежать и ухватываться за все детали, как первый шаг. Как научиться ощущать. И мы работали над тем, как взять энергию. И начать ощущать, как ее расширять в мир. То, чего часто не хватает в трансовой работе. Человек заходит внутрь. Но недостаточно внимания уделяется тому, чтобы он свое внутреннее видение выводил в мир. Потому что для того, чтобы представить, как это будет происходить, вам нужно взять внутренний образ. Взять внутреннюю страсть. Ее нельзя удерживать. Ее нужно научиться выпускать. Выпускать. В Айкидо мы говорим «Провались в центр». И затем откройся в поле. И когда ты выводишь энергию, ты ее выпускаешь. Он начал пользоваться этим процессом где-то в 4-5 раз в течение дня. Он начал говорить с братом, у которого были хорошие навыки работы на компьютере. И они решили, что они создадут компанию по выдаче займов через интернет. На тот момент подобные компании только-только создавались. Если вы хотите получить заем на покупку дома или на покрытие страхового полиса, когда-то нужно было звонить или нужно было идти в офис. Есть что-то подобное здесь сейчас? Да, займы выдают. А lot. You can go online? A lot. And consumers. Хорошие потребители. Borrow, borrow, borrow. Бери, бери, бери. Get more TVs. Больше телеков покупай. So they had this idea that was now a little bit more specific. И у него родилась идея, которая дальше начинала стать конкретикой. И после этого он начал работать над деталями того, каким образом нужно создать компанию. Он с братом создали компанию, взяли на работу людей. И через два года компания оценивалась в 10 миллионов долларов. Он был просто изумлен. Поверить не могу, что я это сделал. Но это произошло, потому что он научился чувствовать, слушать из другого места. Слушать себя. Ключевой вопрос в работе — чего вы хотите? Что вы хотите привносить в этот мир? Какого рода реальность вы здесь можете создать? Это ключ ко всему остальному. И мы говорим, для того, чтобы знать к этому ответ, вам нужно отсюда спуститься вниз, вот сюда. Когда мы вернёмся с перерыва, мы проведём упражнение как раз по этому вопросу. 20 минут перерыв, ребят. Мы говорим о том, что для того, чтобы эффективно создавать свою мечту, нужно её назвать, нужно о ней заявить. Нужно иметь возможность об этом сказать. Нужно её воплотить. Она должна жить глубоко в вашем теле. И затем её нужно выпустить в мир. Я снова буду ссылаться на три разума. Когнитивный, соматический и разум-поле. В упражнении первый шаг — определение цели. Я попрошу, чтобы вы взяли то, на чём писать, и то, чем писать. И на пару мгновений поразмышляйте немножко. То утверждение, с которым вы будете работать, «Я хочу в мире создать вот это больше всего». Или «Больше всего я хочу в этот мир принести». То, чего вы хотите принести больше всего. Что вы хотите принести больше всего. Я в мир хочу больше всего принести чувство присоединения. Я хочу больше всего в этот мир принести опыт успеха. Что это будет для вас? Если бы вы могли зайти в себя внутрь, где-то в душу, и вынести что-то наружу, в пять слов или меньше. Максимум пять слов. Поэтому, пожалуйста, посидите и запишите, потому что дальше вы с этой фразой будете работать. И не подглядывайте к соседям. Вы можете проговорить это себе как музыкальную фразу и послушать, как она звучит. Можете ли вы услышать внутри себя ритм этой фразы? Под словами. Можете поработать над этим еще немножко больше. Оно может меняться. И давайте в ходе демонстрации посмотрим, что может произойти. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!